Нет повести печальнее на свете, чем повести о Ромео и Джульетте. Вот зачем? Зачем влюбляться, если все равно все вот так плохо заканчивается? А? Жень, ну это же такая красивая история, романтичная. Ну как же без этого? Как же без романтики? Пусть вот эти все страсти вот эти вот ваши. Вот эти яды остаются в книгах, а вот в жизни мне не нужно никаких кинжалов, никаких страстей и ядов. Друзья, доброе утро! В этой студии вас приветствует не совсем романтичный Жень Плотников и Саша Байдачный, который только и подавай вот эти вот несчастные любовные истории. Зачем ты вообще принесла вот эту вот книжку и я тебе же спать буду плохо после того, что я узнал о Ромео и о Джульетте? Ох, Жень, если бы не было несчастной любви, то не было бы многих картин, сюжетов, фильмов, песен и книг тоже хороших, между прочим, многих не было бы. Поэтому сегодня мы будем говорить о любви, ведь по всему миру сегодня отмечается День влюбленных 14 февраля и поэтому будем разбираться, что же происходит у нас в голове, когда мы влюбляемся. Это ты знаешь? Ерунда происходит. В животе бабочки, очки у тебя розовые сразу, эйфория какая-то. Вообще соображать перестаешь. А по научным это все игра гормонов. У влюбленных повышен уровень серотонина, отвечающего за ощущение удовольствия. Еще один гормон влюбленных это фенилэтиламин. Он дает чувство эмоционального удовлетворения и ускоряет процессы во всем организме и уменьшает желание есть и пить. Кстати, точно так же на нас действует клубника и шоколад. Так что если вы не влюблены, скушайте шоколадку. Исследование показывает, что если мужчина и женщина встречаются в какой-нибудь экстремальной ситуации, то вероятность, что они полюбят друг друга намного выше. Виной тому гормон норадреналин, который вырабатывается в экстремальных ситуациях у влюбленных. Так что любовь получается, это вообще тот еще экстрим. Так что же такое любовь, радость или мучение, мы спросили у жителей нашей губернии. Любовь это очень хорошее чувство. Чувствую. Пифари какой-то, наверное. Радость, потому что, не знаю, позитивные эмоции от любви люди получают. Радость сначала, а потом мучение. То и то. Не знаю почему. Наверное, больше радости. Мучение очень редко, все-таки приносит больше позитивных эмоций. В любви только радость. А если еще взаимность, то, конечно, радость. Взаимные, если то радость. В мучении тоже в любви свои прелести. Это и радость, и мучение. Потому что без одного нет другого. Радость, потому что это приносит счастье и новые эмоции. Мучение – это значит невлюбленность. Всегда надо влюбляться в мир, в жизнь. Это круто. Сегодня в 14.00 в Самарском зоопарке отметят День всех влюбленных. Посетителям покажут и расскажут о самых преданных и романтических парах зоопарка. Будут подведены итоги голосования «Лучшая пара зоопарка 2018». На титул претендует 37 пар. Со зверями можно сфотографироваться, поучаствовать в викторине о влюбленных парочках зоопарка, получить призы и море любви. Ну, может, не море, но озеро любви вы получите точно. Там же с 12 по 16 февраля проходит «Масленичная неделя». Обещают бесплатную фотосессию со сказочными героями и животными контактного зоопарка. Так что все праздники. Главное для фотосессии в зоопарке – одеться потеплее, чтобы не отморозить себе хвост, то есть нос. Сейчас вооружаемся самыми точными прогнозами погоды. В Самарской области температура начнет понижаться, так что в ночные часы может похолодать до минус 24 градусов. По прогнозам синоптиков, в среду погода будет малооблачной. В дневные часы на солнце воздух прогреется до минус 6 градусов. Ветер будет дуть слабый. На севере и западе – минус 11, минус 15, на востоке и юге – минус 12, минус 14 градусов. В Самаре днем будет облачно с прояснениями, обойдется без существенных осадков. Вместе с тем подморозит до минус 11, ночью – 20 мороза. Атмосферное давление начнет повышаться и составит 770 мм ртутного столба, влажность воздуха – 86%. Все слышали о Ромео и Джульетте, но есть и другие душераздирающие истории. Индиец по фамилии Манчхи, также известный как «Человек-гора», в буквальном смысле свернул горы ради любви. Бедняк из небольшой индийской деревюшки потерял жену, которую не успел довезти к врачу, потому что дорога проходила вдоль длинной горной гряды. Он потратил 22 года жизни в одиночку ворочая камни, чтобы проложить дорогу через гору. Все для того, чтобы больше никто никогда не терял любимым. Об этом человеке даже сняли фильм, насколько я знаю, в Индии. Еще один индиец построил памятник любви для своей жены. Все же знают о знаменитом Тадж-Махале, который построил султан. Ну и простые люди тоже могут признаться в любви таким потрясающим способом. Файзул Кварди, человек, который построил второй Тадж-Махал в память о своей жене бегом. Женщина была бездетной, и для того, чтобы оставить память о ней, этот человек воздвиг. Индийские красивые истории. Любовь порой возникает благодаря чистой случайности. Представляешь, 10 тысяч браков в год начинается с романа, который завязался просто во время перерыва на чашечку кофе. Учитывая этот факт, никогда не отказывайте себе в отдыхе. Может, именно сегодня перерыв на обед станет началом счастливой любви. Как сделать так, чтобы ваша любовь продлилась как можно дольше? Общие интересы, доверие, чувство благодарности и уважения. Вот крепкая основа брака. Так считают ученые. Чувство юмора помогает счастливым парам выходить из неловких ситуаций и смотреть на мир проще. Объятия более чем положительно влияют на любовь. Врачи даже причисляют их к более утоляющим средствам. Ох, объятия-то очень хорошо. Дайте мне уже. Давай, давай, давай. Вы знаете, на нашей рубрике «Спортивные простые движения» тоже вызывают такой же прилив энергии и сил. Поэтому мы делаем зарядку вместе с простыми движениями. Доброе утро. Вас приветствует фитнес-клуб «Спортзавод». Сегодня мы вам покажем парную зарядку, которая направлена на укрепление мышечного корсета и на здоровье позвоночника. Для этого мы будем использовать вот такие фитболы. Ложимся на спину, стопы ставим на мяч, руки кладем вдоль корпуса. Выполняем упражнение «Мостик», подкручивая таз, по одному позвонку поднимая вверх. Медленно опускаем вниз. И снова подкручиваем таз, поднимаем по одному позвонку вверх и мягко опускаем по одному вниз. Выполняем «Мостик» еще раз. Вверх, задержаться немножко и медленно вниз и добавляем мышцы пресса. Разгибаем колени, поднимаемся, руками тянемся вперед, мягко опускаемся. Снова подкручиваем таз, поднимаемся вверх, вдох делаем на выдохе, опускаем по одному позвонку. И разогнув коленные суставы, приподнялись руки вперед, опустились вниз. И добавляем модификацию. Антон задерживается вверху, а у меня руки вверх, держим баланс, опускаем. И по одному позвонку вниз. Затем держим баланс. Антон задерживается в уголке, а у меня идет разведение в сторону. Это усилит нагрузку на мышцы пресса. И снова опускаемся вниз. Мостик, таз подкручиваем, поднимаемся. Держим баланс, руки вверх. Опускаем. И вниз по одному позвонку медленно. Поднимаемся в уголок. От копчика до макушки тянемся вверх. Сводим лопатки. Или просто как Антон держим уголок. Опустились. И еще один раз. Подкручиваем таз. Вверх. Задержаться в балансе. Руки. Опустили. По одному позвонку вниз. И поднялись в уголок. Держим мышечный корсет. Руки вперед. И опускаем ноги на пол. На этом наша зарядка закончена. Всего вам доброго. Хорошего дня. Всем привет. С вами рубрика «Самарский городовой» и я, ее ведущая, Катя Перка. Сегодня мы окунемся в историю самарского транспорта. Поехали. Тише едешь, дальше будешь. Именно этот девиз был главным для самарских дорог начала 20 века. Первый самарский трамвай при максимуме усилий развивал скорость всего до 25 км в час. Он был сделан из фанеры и очень неудобен. Самое большое неудобство испытывал водитель. Мало того, что даже зимой он находился в открытой кабине, так еще и сиденье ему не полагалось. Первый трамвай соединил трамвайное депо на Полевой с Алексеевской площадью. Ныне это площадь революции. Пока трамвай набирал обороты, улицы Самары все больше заполнялись автомобилями. Историки до сих пор спорят, кому принадлежит первый автомобиль. Но, по легенде, первым самарским автолюбителем был небезызвестный самарский купец Константин Головкин. На одном из эскизов к своей знаменитой даче со слонами Головкин даже изобразил красный автомобиль без крыши, припаркованный у входа. Мы с легкостью можем представить, как Константин Головкин рассекал на своем авто в 1905 году. Но в старых газетах можно найти статьи о том, что еще в 1903 в Самаре появилось два бензиновых автомобиля. Так что является ли Константин Головкин первым самарским автомобилистом, это вопрос открытый. На наших улицах появлялось все больше автомобилей и стал вопрос о необходимости светофоров. Считается, что первый самарский светофор появился в 1947 году на пересечении улиц Садовой и Льва Толстого. На этом месте даже установлена памятная табличка о первом светофоре в городе Куйбышев. Однако еще в 1942 году в одной из газет была опубликована статья о начале работы по организации уличного движения в Куйбышеве. И даже то, что несколько светофоров уже были установлены на улицах. Давайте вместе открывать губернию с новой стороны. Искру мышей с любовью, Самарский городовой. На календаре 14 февраля. 14 февраля 1910 года в Самаре начал свою работу местный отдел российского общества покровительства животным. Название говорило само за себя. Эта организация работала над тем, чтобы пресекать жестокое обращение с животными. Ровно сто лет назад, 14 февраля 1918 года, в нашей стране ввели григорианский календарь. Так называемый новый стиль летоисчисления. Сразу после 31 января наступил 14 день февраля. С тех пор все события и документы, относящиеся к периоду до 1 февраля 1918 года, датируются по юлианскому календарю – старый стиль. А с 1 февраля 1918 года по григорианскому – новый стиль. При этом различие между стилями составляет с конца XVI по XVII век включительно 10 дней, в XVIII веке – 11, в XIX – 12, а в XX и XXI веках – 13 дней. 14 февраля во многих странах мира отмечают День всех влюбленных. А еще сегодня Международный день дарения книг и День компьютерщика. Поздравление с Днем рождения сегодня принимает один из послов Чемпионата мира по футболу 2018 от Самары – известная губернская спортсменка Николь Радамакина. Также 14 февраля были рождены знаменитая польская эстрадная певица Анна Герман, выдающийся советский и российский ученый и телеведущий Сергей Капица, известный шоумен, юморист, телеведущий Гарик Мартиросян и другие знаменитости. В народном календаре сегодня Трифон Мышегон, он же Трифон с кошкой. Кошек в этот день было принято всячески задабривать, угощать молоком и просить их о помощи в борьбе с мышами. А еще в этот день смотрели на небо. Если были видны звезды, это означало позднюю весну. Таким был 14-й день февраля в истории. Всего вам самого доброго! Вечный вопрос девушек. Как вести себя, чтобы понравиться? В журнале 1901 года указывалось, ни в коем случае нельзя быть плаксой, дабы не потерять свежесть лица и не прослыть ужасно скучной. Пожалуй, этот совет актуален на сегодня. Девушкам рекомендовалось больше переписываться, чем общаться вживую. Грамотное письмо считалось высшим проявлением интеллекта. Кстати, на фоне многочисленных соцсетей и мессенджеров, грамотное письмо, написанное от руки, это такая редкость, что ни один мужчина не устоит перед таким выражением симпатии. А парням мы бы посоветовали петь с девушкам серенады, как в старые добрые времена. Ведь все же знают, что женщины любят ушами. Ну, значит, наша рубрика «Грушинское утро» – любимая рубрика нашей прекрасной половины человечества, наших зрителей, наших. Очень много слов «наши». Наш Вартан работал в баре в сочинский отель, Но там туристы, иностранцы, и разные канитель. И одна там англичанка рыжая была, И Вартана полюбила, как с ума сошла. И она так говорила среди англичан, Я, говорит, так и красивых сроду не встречал. Мы с тобой должны жениться, кстати, чтоб ты знал, Мой отец – большая птица, лорд и адмирал. А Вартан сказал, гражданка, я вас огорчу, Лорды морды, я не знаю, жениться не хочу. Англичанка бедной стала красной, как трамвай, Лиз спросила, почему по-английски why? Ара, why, 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 why. Она в Англию званили и в трубку так кричал, Что папа лорд в палате лорда учинили скандал. Говорит, этот Россия, слушай, как себя ведет, Мою дочь, какой-то бармен, замуж не берет. Тут собрались Путин, Шмутин, говорят, Вартан, Говорят, зачем ты дразнишь этих англичан, Там скандал международный, санкции грозят. Что ты, как и шаг, уперся, ара, так нельзя. А Вартан сказал я, а шо, то должен денег, скоро заплачу. Больше ничего не знаю, жениться не хочу. Их премьер звонил, Вартану долго материл, А потом устал и просто тихо так спросил. Ара, why, 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 why. Ара, why, 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 why. На вартана так давили, что сломался он, И жениться и уехал в туманный Альбион. Альбион, там живет в каком-то замке с высоким потолком, У своей Джульетты рыжей, весь под каблуком. Он там бедный ест овсянка, пудинг на обед, Ни до ума, ни пастурма, там даже хаша нет. Он тоскует по России прямо из худал, Но, между прочим, долг Ашоту так и не отдал. Здесь мораль простая очень и понятный всем, Армянин жить тоже в Сочи, а не в Бирмингем. А второй мораль такая, запад нам не друг. Зачем плясать под их волынка, если есть дудук? Арабай-вай! Вай, вай, вай У нас в гостях Сергей Дильдин, актер театра «Самар» и прекрасная Александра. Доброе утро. Доброе утро. А как вы относитесь, ребята, к этому празднику? 14 февраля. Мы вас, во-первых, поздравляем с 14 февраля. Рассказ, все тайны выдавайте нам, давайте. Ну, если говорить о непосредственно нашей семье, то у нас именинница родилась в день влюбленных, как-то символично получилось. Но вообще 14 февраля, ну, наверное, из истории все знают, что это за праздник. Ну, отношения у всех к нему разные, но для, мне кажется, для нас, вот для обычных людей, это все-таки еще один повод поздравить своих близких, родных, сказать лишний раз, что мы их любим и очень ценим. То есть это еще один повод такой, скажем, календарный для того, чтобы еще раз выразить свои чувства к нашим близким. Саша, ты будешь поздравлять 14 февраля своих родителей, родных, признаваться в любви? Рассказывай нам. Я очень всех люблю. Здорово. Хочу, чтобы всем тоже любили всех вокруг. И не только 14 февраля, да. Это прекрасное, прекрасное пожелание. Это как вот сама романтичная натура? Влюбчивая, влюбляешься? Секрет нам, расскажи. Стесняется. Ну, скажешь, влюблялась? Ну, да. Бывало. Это самое важное. Романтичная натура, я раскрою этот секрет, раз она сама стесняется, да, такая девочка влюбчивая и не стесняется выражать своих чувств. Это самое главное. Ну, да, значит, 14 февраля влияет, влияет на людей и такая дата. Вы уже много лет, Сергей, играете в спектакль «Валентина и Валентина». И этот год юбилейный, как спектакль повлиял на вашу жизнь и вообще повлиял ли? Ой, повлиял. За эти 10 лет, в принципе, я сам очень сильно изменился, потому что даже начинали, то есть за этот лет сменилось очень большое количество поколений даже артистов в нашем театре. Кто-то уходил, приходил, и они такие, как карточный домик, ну, такие, вернее, не карточный, а как домино, да, заменяют друг друга. Кто-то уходит, кто-то появляется. И вот та молодежь, которая приходит, она привносит новую кровь, новое дыхание в спектакль. Он не устаревает, он не успевает, так сказать, приземлиться. Он все время заставляет вот за счет вот этих новых поколений держаться на таком хорошем плаву, на хорошей энергетике. И зритель это чувствует, видимо, и поэтому этот спектакль до сих пор находится в репертуаре, поэтому нам самим он очень дорог. И даже мы уже центральные персонажи, так скажем, немножко состарились, да, потому что герои, они все-таки более молодые люди. И даже нас уже потихонечку хотят менять на свежее поколение, потому что, ну, это невозможно, да. Мне уже сейчас 33, да, когда мы выпускали спектакль, мне было на 10 лет меньше. И как-то зрителю, наверное, то есть сам спектакль, скорее всего, останется. То есть спектакль переживет даже нас, центральных персонажей, которые непосредственно были на выпуске этого спектакля. Ясно. Но вы сами-то изменили за это время? Как-то эта романтичная история? Ну, как минимум, да, это появление вот этого чуда. В принципе, жизнь менялась, да, и личная. Ну, так, если уж совсем по секрету, то сразу после премьеры у меня неромантичные, так скажем, были... Серьезно? Да, ситуации в жизни. Но потом все вырулило в нужную сторону, в нужное русло. Да, хочется мне продолжить про Валентина Валентину, потому что за 10 лет вот смысл спектакля для вас поменялся. Вы же повзрослели на 10 лет ровно. И, может быть, вы видите вот сейчас в 33, вы видите его совершенно другим, каким вы его делали тогда в 23, и те смыслы, которые вы закладывали. Нет, 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 потому что это, знаете, сравнить можно с новогодними любимыми фильмами. Любовь, которая мне заканчивается. Мы смотрим их снова и снова. Поколение новое рождается, оно тоже его смотрит, конечно, немножко другими глазами. Но те вещи, в которые мы влюблены, они не уходят. И те люди, то новое поколение, которое приходит, смотрят, казалось бы, старую историю, но она для них тоже дорога по-своему у каждого. Потому что после некоторых спектаклей у нас происходят встречи с молодежью, мы начинаем общаться на темы этого спектакля, что их тронуло. И, в принципе, как оказалось, ничего не изменилось. Их трогают те же проблемы, что и нас 10 лет назад. Как сейчас продвигается ваше творчество? В каких спектаклях вы участвуете? Есть ли какие-то проекты интересные? Ой, спектаклей сейчас уже за это время накопилось много. Если говорить о премьерах, то они будут буквально в марте. У нас будет две премьеры. Приглашайте наших телегрихов. Всех зрителей, да, приглашаем. Будем с удовольствием всех рады видеть. И это будут два спектакля для детей. Это премьера, которая будет в марте. Одна из них «Кот в сапогах». И «Храбрый сайт», «Мюзикл», детский, очень яркий. Я от себя тоже себя прорекламирую, можно сказать. Я являюсь художником по свету этих двух спектаклей. Вот это да. Сейчас руководство и Сергей Филиппович Соколов лично помогают мне пройти обучение. И я ему очень благодарен, что он доверяет мне запускать спектакли не только как артист, но еще и параллельно как художник по свету. То есть я в программках, если ее раскрыть, уже в двух статьях. Спасибо. Надеюсь, как грешковец. Буду, который говорит, мне стыдно писать программку, да. Потому что названий много, да, а фамилии все время одна. Мне кажется, этого можно пожелать вам исками, потому что это же здорово, когда человек реализует себя во всех направлениях. Спасибо большое. Спасибо вам. Отличного дня, чудесного праздника, с днем рождения. Да, еще раз. Учаровательному Александру. Ну что ж, а мы продолжаем нашу программу, прерываемся ненадолго для того, чтобы снова вернуться в эту студию. Доброе утро. Вы смотрите новости губернии в студии Георгий Федоров. Любой желающий сможет высказать свои идеи и варианты обновления стены на Площади Славы, а также поучаствовать в голосовании. С 12 февраля начал работу интернет-портал samararishai.rf. Сайт дает возможность жителям города узнать о реконструкции комплекса. Все предложения, размещенные в специальном разделе, рассмотрят эксперты, а в дальнейшем опубликуют. По замыслу организаторов проекта, открытое участие людей поможет составить цельную картину знакового места. Напомню, архитектурный объект был построен в 2015 году и вызвал множество споров по поводу внешнего вида. Еще в прошлом году глава региона Дмитрий Азаров провел встречи с архитекторами, после чего вопрос решили вынести на общественное голосование. Оно состоится 18 марта. В Самарскую область пришли сретенские морозы. До пятницы будет преобладать в основном солнечная и сухая погода с усилением холодов. Днем без осадков. Температура воздуха минус 11 градусов. Ветер северный скоростью 2,7 метров в секунду. Вечером облачно с прояснениями. Морозы усилятся. Ночью температура воздуха опустится до отметки в минус 25. Не исключено, что грядущая ночь станет самой холодной на этой неделе. Наши предки верили, если на Сретене небо звездное, то зима будет долгой. Если же идет снег, то весна будет дождливой. В юго сулило скудный урожай, а капель, напротив, богатый. Со спектаклем «Пушкин» в Самару приехал народный артист России Сергей Безруков. Он не только выступил на сцене в роли поэта-легенды, но и встретился с театральной молодежью и культурными деятелями областной столицы. Почему особое внимание уделили детским театрам, расскажем в сюжете. Есенин, Моцарт, Высоцкий – лишь малая часть целой плеяды известных личностей, которых в театре и в кино сыграл Сергей Безруков. А вот в спектакле «Пушкин» он не только исполнитель главной роли, но и режиссер. Постановку привез в Самару. До показа спектакля успел пообщаться со студентами театрального факультета и встретился с представителями городского культурного сообщества. Главной темой разговора стали детские театры. В прошлом году Безруков запустил проект «Театры детям». Он подчеркнул, что президент страны Владимир Путин обратил внимание на значимость этой инициативы и увеличил финансирование проекта из федерального бюджета до 700 миллионов рублей. Это почти в три раза. Первое впечатление ребенка – это детский театр. Потом уже будет взрослым. Все зависит от того, как он пошел в детский театр и какое впечатление он получил. Если он вышел в неком эстетическом шоке, он больше никогда не пойдет в театр. В детский – ладно, он во взрослые-то не пойдет, ему отбили охоту еще в детстве. Поэтому, что касается технического оснащения, безусловно, конечно же, очень бы хотелось, чтобы все детские театры обладали всеми новейшими технологиями, которые только есть. Укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров – одна из основных задач проекта, инициированного Безруковым. Так, только в прошлом году в регион направили на эти цели более 15 миллионов рублей из федерального бюджета и почти 2 миллиона рублей из регионального. В частности, финансовую поддержку получил ТЮС «Дилижанс» в Тольятти. Там не только обновили оснащение, но и подготовили премьеру спектакля «Малыши Карлсон». Глава региона Дмитрий Азаров поддержал предложение о проведении в театре капремонта. В этом году мы буквально надеемся, что у нас будет два события. Это открытие нашего нового здания после реконструкции театра «Кукол». Сейчас получает красивое двухэтажное здание в стиле модерн. И театр «Самарт», второй комплекс у нас завершается, тоже новый театральный зал. Реконструкцию начали сначала создание условий для артистов, гримерки делали и так далее. Такая была атмосфера. Мы сейчас открываем новую сцену, тоже особая сцена с различными модульными перестановками, какие-то особые технические возможности. Отдельное внимание на встречу уделили современному детскому репертуару, который, по словам Безрукова, во многих театрах оставляет желать лучшего. Также известный актер подчеркнул, необходимо повысить престиж артистов детских театров, а меры поддержки могут быть разработаны на региональном уровне. В завершении встречи Сергей Безруков отметил, что с удовольствием бы посетил обновленный театр региона и оставил на память волонтерам автографы. Мария Акимова, Александр Дудко, Новости губернии. А у меня пока на этом все. Больше новостей на нашем сайте губернии.тв.ру Доброе утро, губернии! В студии снова романтично настроенные ведущие Саша Байдач. И Женя Плотников. Сегодня мы говорим о влюбленности, о любви и о разбитых сердцах. Почему это сразу о разбитых? Ну, потому что о них больше всего песен сочинили, потому что чего петь о счастье, оно у всех одинаковое. Вот здесь я с тобой не соглашусь. Очень много песен о любви. У нас во дворе парни пели «Я хочу быть с тобой». Гитара. Николай Носков, кстати, тоже пронзительно о любви поет и говорит, что... Я люблю тебя, это здорово. Самая популярная любовная баллада в мире, которую молодожены чаще всего выбирают для своего первого танца на свадьбе, это «Everything I Do» Брайана Адамса. Знакомая, знакомая мелодия. А ты, кстати, знаешь, почему мы носим обручальное кольцо на безымянном пальце? Почему мы с тобой носим обручальное кольцо на безымянном пальце? Ну-ка. Потому что традиция эта пошла еще в Египте, она очень древняя. Зародилась она там. Египтяне верили, что именно через этот палец проходит вена любви, которая напрямую соединена с сердцем. Так, видишь вену любви? Я что-то ничего не вижу, ни вену любви, ни обручальное кольцо. А вот влюбляются и хранят верность всю жизнь не только люди. Волки, лебеди, гиббоны, черные грифы, альбатросы, термиты и многие другие животные находят себе пару. На всю жизнь. Ученые считают, что влюбиться один раз и на всю жизнь можно за 4 минуты буквально. Потому что именно столько требуется, чтобы составить впечатление о человеке. И считается, что гораздо больше впечатлений на потенциального партнера производит язык тела, звук голоса, темп речи. Нежели смысл сказанного. Так что можно болтать всякую ерунду. Нет, нельзя болтать всякую ерунду, потому что девушка эту ерунду отлично запомнит, а потом тебе все обязательно расскажет и будет неловко. Но вообще в состоянии влюбленности у мужчин начинает более активно работать зрительное восприятие, а у женщин развивается часть мозга, которая ответственна за память. Можете, ты и прав. Я ее угощу гранатовым сачком, и никто ничего не заметит. Главное, любовное зелье оказывается вовсе не вино, а гранатовый сок. Именно гранат содержит больше всего витаминов и веществ, влияющих на наш гормональный уровень, и вызывает эти вещества чувство привязанности. Ничего все-таки больше во влюбленности, разочаровании или радости мы спросили у жителей губернии. Сейчас послушаем ответы. Ваши ответы. Любовь – это очень хорошее чувство. Чувство. Пифари какой-то, наверное. Радость. Потому что, не знаю, позитивные эмоции от любви люди получают. Радость. Сначала, а потом. Мучения. То и то. Не знаю почему. Наверное, больше радости. Мучения очень редко, все-таки приносят больше позитивных эмоций. Влюблен только радость. А если еще взаимность, то, конечно, радость. Взаимные, если то радость. В мучении тоже в любви свои прелести. Это и радость, и мучение. Потому что без одного нет другого. Радость, потому что это приносит счастье и новые эмоции. Мучение – это значит невлюбленность. Всегда надо влюбляться в мир, в жизнь. Это круто. Как известно, лучший подарок – это внимание. А значит, подарок для второй половины, сделанный своими руками, вызовет больше эмоций и покажет силу вашего чувства. Если вы решили подарить деньги, можете вручить их не просто так, а в виде красивой розы. Двойная радость обеспечена. Вы дарите и деньги, и внимание получается. Еще одна идея – мешочек с самодельным пазлом из вашей совместной фотографии. Ну а что, мило, оригинально. И главное – просто. Книжка с фотографиями, с фотопризнаниями тоже, мне кажется, может вызвать теплые чувства. А лучше всего сближает совместное рукоделие. Она держит гвоздь, он бьет по нему молотком. Ну или что-то в этом роде. В общем, Татьяна Пецына знает, как это работает и подскажет все точнее. Людмила Гречанина кладет на деревянную дощечку бумажную салфетку, а затем обильно смазывает ее клеем. Декупаж только с виду прост. На самом деле, этот способ декорирования таит в себе множество подводных камней. Поверхность должна быть идеально гладкой, а рисунок – достаточно плотным и ярким. Натюрморты и пейзажи – эти картины ничем не отличаются от настоящих. Все изделия, которые я делаю, они утилитарного значения, в общем-то, не имеют. Это все подарочные вещи. Поэтому хочется их делать красивые и каким-то приурочивать к праздникам. Декупаж позволяет имитировать художественную роспись абсолютно на любой поверхности. Людмила дала вторую жизнь шкатулкам и елочным шарам. Коллекция пасхальных яиц в процессе работы. Здесь применяется смешанная техника декорирования. Сейчас декупаж я тоже применяю в своих работах. Ну, уже все это, конечно, усложнилось, потому что смотрю, много мастер-классов и покупаю, и бесплатных. Много всяких сообществ ВКонтакте. И там бесплатные вебинары есть, которые демонстрируют всякие техники, новые материалы. Все это, конечно, помогает. Подготовленная поверхность – чистый холст. Центр композиции – старинные вензеля. Их Людмила тоже делает самостоятельно с помощью полимерной глины и молдов. Так называются формы для лепки объемных элементов. Также есть еще жидкий пластик. Делаем отливки тоже при помощи молдов из жидкого пластика. Вот это мелкие элементы, которые пригодятся при декоре. Вот они отливаются из жидкого пластика двухкомпонентного. Все это тоже требует времени. Ну, и, естественно, вспомогательных материалов. Без молдов мы, конечно, ничего не делаем, без форм, без фурнитуры. В качестве фурнитуры можно использовать камни, цветы, ленты с жемчугом или стразами. В общем, полный простор для творчества. Татьяна Пецина, Алексей Гриднев. Программа «Утро губернии». У нас в гостях Евгений Клещерев, фотограф, директор фотостудии. Доброе утро. Доброе утро, Евгений. Доброе утро. Что понимают под таким фото-жанром love story? Расскажите, пожалуйста. Ну, особенно этот жанр актуален в преддверии 14 февраля, потому что парочки сейчас очень активно потекли в фотостудии, очень хотят фотографироваться. Ну, под жанрами понимают в основном либо семейные фотосессии, либо фотосессии, где они вдвоем просто, на улицах, в студии и так далее. Такие романтические съемки обычно. Понятно. Бывали ли у вас какие-то необычные love story, съемки? Посоветуйте нам несколько идей. Да, очень необычные love story бывают, особенно в это время года. Зимой? Да, потому что у нас люди обычно хоть и живут в холодном месте, но зиму-то не любят. И поэтому, когда мы уходим на улицу пофотографироваться, естественно, у всех красные носы. Так. Мы кидаемся там снежками, лазим по крышам, ходим за Волгу. Но это всегда очень весело и интересно. Но кроме того, что мы гуляем на улицах, сейчас очень актуально фотографироваться в фотостудиях. Мы с другом как раз... Тепло и уютно. Да, тепло и уютно. Мы с другом перед Новым годом как раз открыли фотостудию и сейчас активно приглашаем народ к нам фотографироваться. Есть какие-то правила? Нужно ли как-то готовиться к съемке в фотостудии? Учить позу. И к съемке на улице, да. Это постоянная тема, когда девушки говорят то, что вот мой мужчина не любит фотографироваться или не умеет фотографироваться. Ну, сто процентов людей так считают. На самом деле все в итоге потом улыбаются, все веселятся. Самое главное быть непринужденными, раскрепощенными, радоваться, любить друг друга и получать удовольствие от фотографий. Я по трендах свадебной индустрии поговорил. Вот есть они какие-то... Сейчас Новый год наступил, сейчас постепенно, даже уже к свадебному сезону идет... Свадебные фотографии, ты имеешь в виду? Да, да. Свадебные фотографии. Вот какие есть тренды в этом смысле? Есть какие-то законы свадебной фотографии, можно сказать? Сейчас очень четко чувствуются свадьбы именно по изменению настроений свадеб. Потому что раньше свадьбы были больше такие, знаете, стандарты какие-то прописывались. Сейчас... Выкуп? Что еще? Выкуп, обязательный ЗАГС, обязательный там... Ну, воровство невест уже давно нет, но все равно это была такая традиция. Сейчас уже больше свадьбы становится именно отдыхом. И всем своим молодоженам я рассказываю о том, что в день свадьбы лучше отдыхать, получать удовольствие от процесса. Чтобы они общались с друзьями, чтобы они наслаждались своим днем. Желательно вообще, можно на целый день куда-то уехать и просто приехать вечером на банкет, встретиться с гостями и танцевать. То есть фотограф пополняет такую некую роль папарацци и следит за этим? С одной стороны, да. Но с другой стороны, фотограф — это первый человек, который увидит невесту с утра. Поэтому это тот человек, который должен задать настроение на целый день. И без него просто, ну... То есть вы немножечко психологом работаете? И как-то работаете и с парами, пытаетесь раскрепостить их, я так понимаю. Особенно, ну, с невестами туда, там... С невестами посложнее, чем с жениха. Да, наверное, посложнее, чем с жениха. Да, именно поэтому у нас постоянно ведется работа перед свадьбой. То есть мы с молодоженами встречаемся не один раз, а несколько перед свадьбой общаемся, обсуждаем. Иногда бывает такое, что типа, «Жень, вот там что-то там не нравится, фотки там тролливали, хотим туда-сюда поехать». И мы их все успокаиваем, все хорошо, все нормально будет. В итоге в день свадьбы все проходит отлично, потому что насчет профессии психолога, ну, за 7 лет съемок пришлось освоить. А вот действительно, как правильно объяснить фотографу свои пожелания? Как верно изложить свои требования? Задачу поставить? Что нужно говорить фотографу? И что не нужно говорить? Ну, тут и от людей тоже зависит. Потому как обычно фотографов уже выбирают по их работам. Глядя на работу фотографа, уже можно понять, подходит вам человек или нет. Но при этом еще надо встретиться с ним, пообщаться. Если он классно снимает, но неприятный зануда, ну, вряд ли вы с ним проведете хорошо свадебный день. Желательно, чтобы была где-то золотая середина. И хорошо снимал, и человек приятный. То есть от человеческих качеств фотограф очень многое зависит? Конечно. Потому что действительно с ним очень много времени проводишь. Расскажите о самых экстремальных фотосъемках. Вы говорили, что... Случались ли казусы, может быть? Да, что вы зимой любите. Но зима в наших краях не особо удивишься. А вот, может быть, куда-то в горах вы поднимались и с какими-то экзотическими животными. Да, были интересные моменты. Один, ну, прям в свадебный день мы поехали на яхте кататься на остров Зелененький, ну, туда фотографироваться. И так получилось, что вода еще не ушла. Это было несколько лет назад, и это был, кажется, май месяц. И, ну, в общем, там, где мы припарковались, причалили с нашей яхтой, с лодкой, жениху было вот так, и спуститься иначе было никак. В общем, он раздевался полностью, невесту сажал на шею, и мы пешочком дошли до... Ну, в общем, промокли, искупались все. Но запомнили-то на всю жизнь. Конечно, вы же-то фиксировали на фотокамеру, что происходило? Такой некий бэкстейдж этой Love Story. Конечно, фиксировали, но мы при этом сами еще искупались, и чудом не намочили технику. Понятно. Да, действительно, действительно казус. А семейные фотосессии, фотосессии с детьми, они как-то отличаются от Love Story? Есть какие-то... Однозначно, в фотосессиях с детьми есть один очень интересный момент. Во-первых, это сразу во много раз большее количество фотографий, потому что дети их... Не усадишь на одно место, они постоянно передвигаются. Соответственно, приходится родителям под них подстраиваться, ну, как и в обычной жизни, собственно, и ловить просто каждый-каждый-каждый момент. При этом, чем младше ребенок, тем меньше времени на съемку нужно, потому что они быстро устают, и там, пора спать и так далее. Но вот сейчас, ввиду зимнего времени на улице года, все съемки проводим в студии в основном, потому что, ну, с детьми это намного удобнее, комфортнее, приятнее. А у вас студия оборудована всем, что нужно для фотосъемки? Да, у нас есть различный свет, различные интерьеры. Буквы есть, самое главное, вот этот тренд. Тренд, буквы. Рядом с буквой все. Какой-либо буквы. Мы отменили, мы сделали другие интересные тренды. Мы сделали стену из дерева, стену из бочек. Разные... А то есть, получается, в каком-то углу, там, в разных углах, разные интерьеры. Да, разные гости. Ощущение, что ты здесь вот в яхт-клубе, здесь вот я просто в подвале с бочкой вина и так далее. А как вообще мне интересная идея приходит к интерьеру? Поговорим об интерьере фотостудии. Поговорим об интерьере. Придумывание интерьера, да. Потому как то нравится, то не нравится, а вот у этого лучше, а вот у этого хуже. И в итоге опираемся на собственное мнение и на мнение наших клиентов. То есть, типа, посмотри, нравится, не нравится? Все нравится. И, ну, такой статистический вывод какой-то получается. В итоге и по нашему мнению, по мнению клиентов, получается какой-то интерьер. Ну, естественно, он меняется. Вот мы перед Новым годом сделали одну обстановку. Сейчас, к 14 февраля, уже готовим более обновленный стиль. Да, у нас обновление, ну, так получается, каждые три месяца. Ну, вот как раз на фотографии пенечки наши. Сами пилили? Да. Серьезно? Серьезно. Сами пилили, сами вешали, привозили. Какие молодцы. Но все руки от скуки. Вы изобрели... Какой там от скуки? Мне кажется, там не от скуки. От веселья. Да, от веселья. Вы изобрели фото-будку, это правда? Это совершенно точно. Ну, мы ее сами сделали, но изобрели ее лет 200 назад, мне кажется. А, все-таки... Сами смастерили. Собрали. Смастерили мы, конечно, сами. Мы с друзьями собрались, поняли, что именно фото-будка нам нужна. Потому что я уже давно снимаю, постепенно в мою фото-жизнь добавилась. Фото-будка постепенно появилась фото-студия. И каждый раз, когда мы появляемся на мероприятиях с фото-будкой, это однозначно повышает градус веселья и настроение на каждом празднике. А фото-будка... Это по-прежнему актуально, да? Конечно, конечно. Ну, чтобы понимали просто наши зрители, фото-будка – это переносная такая будочка, которая устанавливается в каком-нибудь... Да, фото-будка – это такое портативное устройство, которое приезжает на мероприятие, устанавливается очень быстро. И гости могут подходить, примерять на себя какой-то реквизит, там, шляпы, усы, интересные какие-то тематические вещи. Да, у нас под каждое мероприятие, под каждого клиента есть индивидуальный дизайнерский реквизит. В основном это огромные всякие буквы, тортики. И вот, ну, к врачам приезжаем с градусниками, строителями, с молотками и так далее. Это круто. Спасибо большое. Спасибо, Женя, что зарядили нас сегодня вашим замечательным настроением, что улыбаетесь так лучезарно нам. Вам успехов и хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Самарская областная библиотека. Так, 16 февраля в 18.00 пройдет отборочный тур шестого сезона Чемпионата России по чтению вслух. Но даже если вы не метите в чемпионы, чтение вслух – это вообще-то отличная идея для романтического вечера. И для нашей рубрики «Рифматека». Когда вода всемирного потока вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на берег тихо выбралась любовь. И растворилась в воздухе до срока, а срока было 40-40. И чудаки еще такие есть, дыхают полную грудью эту смесь. И наград не ждут, ни наказания, и думают, что дышат просто так. Они внезапно попадают в такт такого же неревного дыхания. А у нас в эфире по-настоящему влюбленная в жизнь Елена Шишкина и ее рубрика «Житейский обозреватель». Доброе утро. Как ты готовишься? Готовилась к празднику влюбленных 14 февраля? Кое-что у меня есть, конечно, и к этому празднику заготовлено много разных сердечек. Но я хотела поговорить с вами о том, что еще принято дарить. Вот буквально вчера вы смотрели мой сюжет о том, как готовить интересный букет. И на самом деле это был потрясающий мастер-класс в том плане, что девушки, флористы, они когда разговаривали с нами, они говорили, ну вот что делать с этими ужасными цветами, которые приносят нам мужчины. Потому что вот это вот принято 101 роза, ты с ними потом мучаешься или там просто какая-то... Мне, например, очень нравятся такие букеты. Нет, ну знаешь, на самом деле есть огромное разнообразие тех цветов, которые можно дарить. И сейчас, например, в тренде дарить сезонные цветы и розы, это как раз не тот цветок, который цветет весной. Поэтому, может быть, если вы хотите удивить свою девушку, то, наверное, стоит поговорить с флористом, а что бы ей могло подойти, какой у нее характер, какие цвета ей нравятся. И, возможно, ей не нужно дарить вот эту охапку цветов, а нужно придумать какой-то оригинальный букет. И даже если вы пошли и купили на оптовом рынке, и достав из 10 одну розочку и вручив ее маме, остальные, ну, чтобы соблюдать правила нечетных цветов, то нужно подумать, собственно говоря, вот как спрашивают в подарок, дарить ли цветы упакованными или неупакованными. Это опять зависит от того, где вы их приобрели. Если на оптовой базе, то, конечно, наверное, этот лафан лучше снять. Если вы заказали букет у флориста, который красивый упаковал, то разбирать его уже не нужно, потому что это единая концепция, продуманная, и она вам поможет, на самом деле, произвести дополнительное впечатление. Скорее всего, сейчас вам будут еще упаковывать дополнительно цветы в защитную бумагу, потому что достаточно холодно, при температуре ниже 6 градусов не советуют их держать, вы их заморозите. Опять же, покупая цветы, купите специальное маленькое средство, буквально 10 рублей оно стоит, которое продлит жизнь цветам в вазе. И таким образом вы сможете, собственно говоря, порадовать, и не только порадовать, но и не обременить своим подарком. Что еще мы можем дарить? На самом деле, количество подарков разнообразно. Вот нам предлагают поговорить о книгах. Еще некоторое время назад это, на самом деле, считалось универсальным подарком. Сейчас многие читают электронные книги, поэтому, если уж вы что-то выбираете, то, наверное, это должно быть какое-то подарочное издание. Коллегам по работе, опять же, кроме молодых мужчин, мы можем дарить всем цветы. В остальном это должны быть подарки, не сильно намекающие на какие-то ваши проблемы. Например, не стоит болезненному человеку что-то, связанное с медициной, дарить разные моющие средства или средства от старения для женщин. Это тоже не всегда в ряд. Что нам всегда подходит? Это сладости, красиво упакованный чай, какие-то изысканных сортов. Алкоголь мы тоже дарим, но помним, что женщинам мы можем дарить только вино или ликер, ничего крепкого. Если мы дарим дорогие подарки или связанные с предметами личное пользование, здесь нужно помнить, насколько вы в интимных отношениях находитесь. Даже если, например, это ваша подруга, но она живет дома с родителями, то, возможно, не стоит ей дарить какие-то очень личные вещи. Ей придется каким-то образом их показывать дома, и, возможно, она не хочет говорить о том, насколько близки ваши отношения. Очень дорогие подарки дарят друг другу только родственники. И на самом деле мы должны еще помнить, наверное, и о различных сложностях, например, если ваш друг или подруга вегетарианец или мусульманин, или еще что-то, даже надо учитывать особенности этих религий. И отказываться от подарка мы можем только в том случае, если это либо слишком дорогой подарок, но аккуратно, либо он противоречит нашим этическим принципам. Потому что в противном случае мы можем серьезно поссориться. Продолжаем радоваться, чтобы нам не преподнесли. Спасибо большое. Спасибо, Лена. Я буду рада любому твоему подарку, и сама тебя с удовольствием одарю сегодня. Хорошо. Сегодня вы спевали «Любовь, ведущая» Женя Плотников и Саша Байдачная. До встречи на канале «Губерния». Пока. Пока. Саша, ты читал «Войну и мир»? Читал, только пропускала все страницы про войну. А вот как раз я все страницы про любовь пропускал. Давай расскажем друг другу, чем там все закончилось, как там у Наташи с Пьером. Я согласна тебе рассказать, но только после того, как ты мне расскажешь, чем же закончилось там Бородинское сражение. Ну, так. Одежда ведущим предоставлена «Домом моды» Маши Горячевой. Спорт-завод. Спорт зовет. Начните заниматься фитнесом по весенним ценам. Шесть месяцев от 7 тысяч рублей. Узнай подробности прямо сейчас. 2-7-0-3-7-7-7. Фитнес-клуб «Спорт-завод». Новосадовая 106. Субтитрыagerager 12070. Здравствуйте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...